Добро пожаловать в наш семинар. Сегодня у нас доклад Булата Фортинова и он о многочастичном multiparticle production theory lambda f4. Пожалуйста, начинайте. Спасибо. Добрый вечер. В общем, я сегодня расскажу об исследовании, которое мы провели с авторами, с Дмитрием Левковым и Сергеем Демидовым. Оно зачислено исследованием о многочастичном рождении. Ну и для начала немножко про мотивацию, зачем это все, о чем речь. Ну, для начала усвоимся насчет того, что мы будем считать многочастичным процессом. То есть мы будем рассматривать теории, бозонная теория, при этом мы будем смотреть только одно бозонное поле. И под многочастичными процессами будем подразумевать процессы, в которых в начальном состоянии частиц много меньше, чем в конечном, и в конечном их много больше единиц. То есть примеры диаграмм, вот они показаны ниже, то есть там две частицы сталкиваются, либо три, и в итоге получается n, которое много больше единиц, например. Но при этом в начале может быть и побольше, но главное, что в конце было сильно больше, чем в начале. При этом частицы могут родиться в каком-то внешнем столкновении, в другом взаимодействии. И в таком случае мы будем рассматривать вот такие диаграммы. И здесь уже начальная частица будет, то есть вот тут частица реальная, а тут у нас будет уже виртуальная частица. То есть далее у меня будет виртуальная частица упоминаться, а это вот в этом контексте. Ну и для начала, да, рассмотрим теорию лент-фи-4. Сигнатура плюс-минус-минус-минус, вот взаимодействие четвертой степени. И давайте рассмотрим вот такую вещь. То есть вот я говорил виртуальную частичку в начале. Вот здесь, значит, оператор поля действующий на вакуум, это гораздо частичка виртуальная в начале. А в конце у нас будет состояние, выберем кинематику определенную, будет состояние на пороге. То есть все конечные частицы покоятся, вот, и поэтому, да, полная энергия – это NL. И давайте сделаем сначала небольшую оценку для числа диаграмм. То есть вот мы хотим посмотреть процесс 1VN, и N сделать большим. Вот, и оценка для числа древесных диаграмм – это, ну так, просто число способов, каким можно спарить, ну, конечные ноги с импульсами конечными. То есть, ну, вот, это, значит, N-фотериал, ну, тут пример, значит, процесс 1V5, 5, конечно, не сильно, чем больше, чем 1, но для примера сойдет. То есть понятно, что вот эту ногу мы можем спарить с 5 импульсами, вот эту с 4-мя оставшимися, там, с 3-мя оставшимися, с 2-мя оставшимися, и вот эту, там, один вариант будет. Это вот этот N-фотериал. И это так оценивать числа. Понятно, что это такая оценка. Примерно, и при этом понятно, что конечный ответ может и не даваться, ну, не быть пропорциональным факториалу, потому что сокращение будет быть. Вот. Но, тем не менее. И посмотрим, что меняется, когда мы добавляем петли. Ну, вот тут для оценки можно использовать такую вещь, что, например, одну петлю, одну петлю, одну петлевую диаграмму можно получить из древесной диаграммы с количеством ног на 2 больше, и вот эти две ноги испарить. И, то есть, для каждой такой древесной диаграммы N плюс 2 мы будем иметь набор петлевых, количество которых умножится, ну, так, по порядку величины, N квадрат. Ну, то есть, почему? Потому что мы можем выбрать N с двумя способами одну вершину, и N плюс с одним способом вторую. Вот, когда перемножим, будет как раз N квадрат по порядку величины. Ну, и вот здесь тоже пример. Добавлена еще одна вершинка, две дополнительные ноги, и вот мы две связали. Можем связать вот эту там с этой и так далее. Ну, вот, как бы все оценки. Но оказывается, что на пороге, вот в этой теории, про которую я рассказываю, древесный амплитуд действительно ведет себя таким образом. То есть, там действительно имеется N факториал. Вот это вот в этой работе получено. И когда рассмотрели однопетлевую поправку, то есть, это древесный плюс однопетля. Однопетлевая поправка, она пропорциональна древесному ответу, и действительно N квадрат. B – это константа, комплексная константа. Вот, то есть, действительно, N факториал на N квадрате. Вот, что это значит? Извините, а можно немножко прояснить? – То есть, вы нарисовали вот эту амплитуду 1 в N? – Да. – Как она может быть Unshell? И исходное состояние, и конечное? – Не, а исходный не будет Unshell. – А, исходный не будет. – Ну, это вот по диаграммам, например, вот такая. То есть, какой-то Unshell'ные частицы там нигелировали, например, родили виртуальную частичку, и вот она распалась, например. То есть, вот такой контент может быть. – А почему же по существу, там, сколько, что в начале было мало, много, стало много, а на что по большому счету должно быть все связано, там, кроссинг симметрии? То есть, входящую, восходящую, а не получая друг из друга амплитуду аналитических продолжений? – Ну, это ушел, 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 ушел. – Тут ушел. Ну, начальный, да, ушел. Но тут важно то, что когда число частиц в конечном состоянии растет, вот в этом случае в актере, то и пертурбативные ответы начинают расти цену. В этом тут рассмотрении. В этом причине, почему на это смотрятся. Я ответил на вопрос? – Ну, сейчас, я не уверен. Ну, смотрите, если у вас всего там, скажем, n ног у диаграмм, может быть, k входящих, n минус k исходящих, можно поделить как угодно, и все они связаны друг с другом аналитическим продолжением обычно. То есть надо просто заменить импульсы энергии положительной на энергии отрицательной. – Ну, в смысле, то есть я как-то не могу понять, почему… – Не, ну, общее число ног большое. Общее число ног большое. Дело в том, что это поведение, когда общее число ног уже становится большим. В этом-то… в этом и кроется, в общем, эффект проявляется. То есть, да, действительно, ну, можно там по-разному выбирать, но это эффект от того, что полное число оно больше. – Ну, и здесь же есть асимметрия. У вас входящая частица несет всю энергию, потом она разбирается. – Ну да, это тоже, да. – Поэтому тут нельзя менять право-налево. А вот вопрос, можно задать, что будет у фермионы? – С фермионами я не думаю, что это так. – Юкавское, будет уже все не так, правильно, да? – Наверное, не сработает, да, потому что тут используется как раз то, что позоны частицы, то есть их много там на порог посадить, понятно, что фермионы, много фермионов на порог не посадишь, потому что… – Ну, это и так с порогом связано, понятно, просто, ну, при спауле еще не даст много фермионов в данной состоянии заклипать. – В озону можно. – Мы с этим тоже. – Ой, можно я секундочку? Слышно шум? Или нет? – Нет. – А, ну тогда ладно, то не страшно. Сирена за мной забыла. – Так, я ответил на вопрос? – Да, то есть вы в качестве, приложения – это какое-то множественное рождение каких-то там мизонов, которые бозоны? – Ну, мизонов, возможно, не можно применить. Ну, бозонов, да. Бозонов – это… – Кто-то будет наблюдаться с множественной рождением хитов. – Ну, как, пожалуйста, отмениваться. – Такую вещь. – Собственно, да. Ну и вот. И оказалось, что если посмотреть в петлю дальше, то ответ будет иметь вот такой вид, ну, для вот того же самого процесса, один N, да, из-за мной, где вот эти красники я выделил в наибольшей степени по N, которые возникают в петлях. То есть это одна, две и так далее. И ответ, в общем, выглядит вот таким образом, то есть лямда на квадрате в степени L, где L – это на петле. И очень видно, что если он растет, то ряд, в общем, взрывается. Следующие поправки, ну, следующие слагаемые, следующие петли больше, чем предыдущие. То есть, ну, поэтому особо верить уже такому ответу при больших N нельзя. И обычным образом это посчитать нельзя. Однако, однако, вот эти красненькие вклады в самой большой степени можно просуммировать. Вот. Можно просуммировать, и вот в этой работе в 1994 году показали, что ответ собирается в экспонент. То есть, это будет вот этот древесный кусок, который везде там возникал, умножаться на вот эту экспоненту, где B – это вот та же самая константа, которая была на петле. И дальше остаются вклады, в которые без N в четвертой, а в общем поменьше. Ну, в смысле, не N в квадрат степени L, а меньше оставшейся. Вот. И при этом, если посмотреть на древесный ответ, тоже для большого N можно использовать, там, ответ был N-факториал пропорциональный, можно использовать формулу стирлинга, и ответ тоже можно записать в таком экспоненциальной форме. Поэтому, в целом, весь вот этот ответ можно представить в виде вот такой экспонента. И, после этого, люди, значит, задаются вопросом, а вот если она форма такая экспоненциальная, может, это можно получить как-то квазиклассически. И, собственно, вот в 90-х годах народ этим занимался. В 94-м году, да, сформулированы в работе были некоторые предположения по поводу этого ответа, связанные с квазиклассическим приближением. То есть, опять-таки, рассматривается процесс мало-много, при этом тут уже не делается различие между начальными состояниями, главное, чтобы в них было много меньше численности, чем в конечном. Вообще, в работе рассматривались несколько вариантов начального этого состояния, и для них смотрелся ответ и выяснилось, что экспоненты для выбранных, ну, поэтому, кинематика фиксировалась и начальное состояние. И для них ответ не менялся. То есть, ну, ответ в смысле полный, конечно, менялся, а вот экспоненты нет. То есть, она была нечувствительна к изменению начального состояния, и оттуда было выдвинуто предположение о том, что она вообще не зависит от начального состояния до тех пор, пока оно содержит много меньше частиц, чем конечное. Вот такая вот универсальность. Можно спросить, значит, это в каком-то смысле интерпретация всего этого дела, что как бы это рождение какого-то классического поля, какое-то когерентное состояние этих большого количества частиц, это правильные слова или это неправильная интерпретация? Экспоненты, действительно, это как действие чего-то на каком-то классическом решении, да? Да, ну, вообще, в ответе, да, гигерентное состояние, но очень много частиц, это, конечно, да, это уже ближе к такой классической системе, но там вот это классический, то есть там в общем, путь, который соответствует этому рождению, он действительно будет даваться классическим уравнением поля, только он там комплексным станет, поля, но в целом, да, то есть это такой вот силовой путь, который дает, родить какое-то тупое состояние. Да, ну и вот, значит, специальный вид ответа позволил предположить, что вообще весь ответ выглядит для амплитуды экспоненциально, это вызывали доходе грилл-фанкшн, потому что начальное состояние зависит, и при этом главный экспонент отдается чисто за функцией. И она зависит от комбинации для Амда-Ям. При этом все, что говорилось про амплитуду, можно продолжить и на... Если мы по конечному фазовому пространству конечных частиц интегрируем, это будет и к вероятности относиться, и к вероятности увозить. Поэтому при рассмотрении процессов с числом частиц в начале много меньше, чем в конце, можно выявить такие предположения. И, собственно, вот были развитые фазиплатических техники. Я чуть дальше расскажу про нее. При помощи нее была выведена вот такая вот вещь. Физерский взрыв. Конкретно в этой работе рассматривается такой процесс, где два высоконергичных глиона сталкиваются и в итоге рождают очень-очень много кипцов. Низкоэнергичных кипцов. И там использовалась классическая техника, была посчитана экспонента. И, в общем, она стала иметь вот такой вид. Но тут на что нужно обратить внимание, то, что все вот эти функции, они возрастающие. На самом деле. От прирости n, если вот зафиксировать epsilon, это среднее отклонение частицы от порога, говорят. То есть, если epsilon зафиксировано, а n с ними бесконечности, эта штука растет. И из алгоритма при маленьких, наверное, отрицательная, но в какой-то момент она доходит до нуля. При каком-то n со звездой и растет дальше. То есть, там понятно, что экспоненциально большой ответ – это не то что-то. Вероятность это уже не проинтерплетируешь. Поэтому предполагается, что когда он там доходит до нуля, там что-то происходит. И происходит неподавленное рождение большого количества фиксов. Однако, тут есть нюанс. Ну, вот я буду рассказывать про метод. И, как говорят, в этой работе использовали еще дополнительные всякие предположения насчет вот этого пути классического. То есть, и хорошо было в будущем проверить, насколько это все правильно. То есть, если правильно, то многих фиксов рождается при наивании своих энергий. Если нет, то он иначе не рождается. А принципиально, чтобы справа вот концы множественно, они были массивными? Ну, вообще, по идее, наверное, ну как? Ну, если энергия большая, если большая энергия, то это не... В принципе, можно. Энергия большая слева, углеонов, если я правильно понял. Между массивной теорией большой энергии и безмассовой. То есть, можно из... Ну, так, это я об этом думал отдельно. В работе ничего нет. Это еще очень... Ну, вроде как, действительно, можно сопоставить. То есть, процесс для массивного поля при очень высоких энергиях конечных частиц в процессе безмассовой теории. То есть, ну, в принципе... А правда ли это, что есть как бы распределение по импульсам, оно будет более-менее равномерное? В этом смысле, если большая энергия, то она будет разделиться на N. Ну, да, я думал так, да, что всего два энергетических глюона слева, значит, по закону сохранения, там размазываются на очень большое количество частиц справа. Да, но они... Ну, вот этот ответ, он в приближении малых импульсов конечных частиц. Может быть, Дмитрий может прокомментировать? Не, я могу. Ну, в общем-то, Булат правильно сказал. Ответ такой, значит, что для техники это не принципиально. Но мы рассматриваем массивную теорию. А данный ответ для их использован. Он посчитан при малом эпсилон. То есть, эпсилон – это характерный импульс. И он близок к нулю пространственный. И вот конкретно эта формула получена в этом предположении. Но это не единственное предположение. Там еще есть предположение касательно структуры решений, которые мы не подтверждаем. А техника имеется в виду техника вычисления, да? Да, это не все. Эти технологические методы, которые Булат будет рассказывать, он применим также и без массовым теориям. Более того, то, что Булат говорил, это он говорил следующее. Значит, что у нас есть предел, когда вот этот эпсилон, то есть импульс каждой конечной частицы. Вот все они большие, много больше, чем масса. И в этом случае ответ похож на ответ безмассовой теории. Вот это Булат скажет. Значит, мой вопрос просто был инспирирован низкоэнергетическими теоремами, что, может быть, тут есть какая-то расфакторизация, если вылетающие частицы очень медленные, вот такая инфракрасия, да? Значит, и там, может быть, что-то происходит. В этом как бы принципиальное различие было бы между массивной и безмассовой теорией. А вот факторизация есть, и ты ее можешь увидеть на этой формуле. Видишь, зависимость от эпсилона, то есть от импульса, есть только в одном из членов. Да, во втором. То есть зависимость от эпсилона, если возвести в экспонент, это факт. Действительно, факторизация какая-то присутствует. При малом эпсилон. Спасибо, да. А можно еще вопрос? Вот вы рассматриваете такие кинематические конфигурации возле порога. Это с чем связано? Упрощение вычислений? И насколько оно, не знаю, характеризует полное сечение рассеяния? То есть, наверное, полное сечение рассеяния нам интересно, или, не знаю, с практической точки зрения? Я начало прослушал, но полное сечение будет рассматриваться, но там инклюзивные вероятности будут рассматриваться. То есть по конечным частицам проинтегрируем. Это тоже будет. Ну и здесь тоже по ним интегрируем. Но режим этот рассматривает, может, там есть какие-то упрощения, да? Здесь да. Здесь да. То есть точно так же вычислить полную амплитуду вы не можете? Амплитуда в произвольном случае, конечно, нет, потому что там много импульсов. Очень много импульсов. Если он от всех конечных импульсов каким-то там разным образом зависит, это можно посчитать. Поэтому там либо выбирают какую-то кинематику, зафиксированную, когда смотрят на амплитуды, либо вот, да, смотрят уже на типы вероятности, когда по фазам пространства уже интегрировали, уже неважно, что в конце. Спасибо. Влад, а тут можно тоже вопрос? А тут такое наивно выглядит так, что если m стремится к нулю, то эта формула сингулярная, да? Нет, ну, как, конечно, логарифм в нуле он сингулярный, но n на логарифм... Логарифм бесконечности получается. Ну, логарифм бесконечности, но n к нулю стремится и n. Да, там же lmdn, вот, n к нулю стремится, и он логарифмической расходимости убивает. Быстрее к нулю стремится. Ага, то есть если m стремится у нас к нулю, то на самом деле это не столь важно для этого расчета. Ну, и в целом, вот это n-логарифм n, это вот фактически из формулы Сиренда, что вылезает. То есть это универсальная вещь, окей. Ну, так, ну вот при... Ну, в общем, не всегда, но n, да. Не всегда он будет, этот логарифм, на самом деле. Но про это я расскажу. Вот, теперь, значит, про метод. Он был описан вот в этой работе в 1925 году. И перед тем, как про него рассказать, я сейчас подвожу логическое отступление про метод ландава в фантомеханике. То есть там как стоят вопросы. Вот есть у нас два состояния кузиклазические. И надо посмотреть матричный элемент оператора между ними. И, ну, на самом деле, не обязательно, чтобы оба было. Оба состояния были кузиклазическими. Там, в принципе, достаточно, чтобы одно было. Но давайте вот здесь, как ландава в липшем сетаном, обсудим. И, в общем, ответ этот экспоненциальный, где экспоненты выглядят вот таким образом. Вот эта точка X со звездой – это, значит, сингулярная точка потенциала нашей теории. А начальный момент интегрирования происходит от какого-то X0, который лежит в классически разрешенной области. Почему? Потому что здесь считается только мнимая часть. Поэтому, если энергия больше, чем V, этот вклад в мнимую часть не даст. Поэтому X0 не обязательно писать. Поэтому я тут не написал даже. Это вот, ну так, идея вот этого контура. Но это только для потенциалов, которые не ограничены, растут где-то? Ну, вот в сторону сингулярности. Ну, у нас будет, конечно, соответствие, если мы там FI-4 смотрим, с анаграммоническим осциллятором. То есть там это будет и со звездой просто бесконечности. Плюс или минус. Вот. И при этом, что у нас тут? Если вот этот оператор O, он не содержит, ну, то есть это может быть там какая-то степень позиционного оператора, импульса. Вот если степень, например, позиционного оператора не слишком большая, то ответ вообще не зависит от того, какой оператор мы выбрали. Собственно, тут есть такая несколько, некоторая параллель между нашим начальным состоянием и вот этим оператором в фантомеханике. Это первый параллель. Второе, то, что, да, здесь задействуется сингулярная точка потенциала, поэтому если мы мы писать интеграл по путям, все такое, вот у нас будут всякие сингулярные пути влезать. И при этом тут важно то, что нам нужна еще одна важная вещь, нам нужна только экспоненциальная точность. То есть любой ответ, который не меняет экспоненту, если его выбор от x0, он не важен. Пока ответ дается такой, какой нужен, правильный, пока мы придем в преобразование, не меняющее экспоненту, то все ок. Ну и теперь, да, перейдем к теории пули. Опять-таки, да, 3 плюс 1 в измерениях мы рассмотрим ту же самую теорию. Единственное изменение, которое я сделал, это перешкарил поле и вытащил консервную связь здесь. Ну, в силу того, что мы считаем квадеклассику, это вот аналог H-бар в контрмеханике. То есть предел квадеклассический будет соответствовать лямбе к нулю и фиксированному там лямбда и н и лямбда и е. Вот здесь вот. Тут опять-таки, да, что мы рассмотрим процессы многочастичного рождения и вот в конечном состоянии значит, у нас частиц много, то есть порядка там обратной лямбды. Ну и энергия на массу тоже должна быть порядка. Дружкой тоже. При этом, при такой записи действия, это даже если льотерскую энергию написать, то есть вот эта единица на лямбде здесь будет явно сидеть. Мы ее отфакторизовали таким образом. Классика, значит, понимается, извините, вот по параметру лямбда, потому что в теории поля все равно параметры раши-то присутствуют. Да, да, да. С ним, в частности, связано разложение по петлям. Да, здесь лямбда, здесь лямбда. Здесь под патиклассика именно лямбда, как разумеется. То есть аж фиксирован держится, да, значит, петля никуда не уходит. Да. Ну и, собственно, вот та величина, которую мы будем получать. Это что такое? Значит, амплитуда перехода из начального состояния, вот О создает наше начальное состояние с малым числом, ну, не с малым, а с числом частиц много меньше, чем в конечном, ну и с малым в том числе. Так как мы ожидаем, что ответ не зависит от начального состояния, пока в нем мало частиц, то это как общий вид какой-то там оператора, как мы его создали. И, значит, переход в состояние с забранной какой-то энергией числом частиц, которые вот большие. То есть число частиц порядка там обратной лямбды, энергия, на массу тоже, обратной лямбды. В общем, вот. И мы этот ответ потом перепишем в виде функционального интеграла, экспоненциального вида, и возьмем его по всем переменам, то есть вот это конечное состояние, это поле фи, которое там вылезет в функциональный интеграл, и мы по всем переменам возьмем его с из-за. И вот это седло нам даст вот этот ответ как раз в этот поле грейл фанкшн. Это, собственно, то, что мы пытаемся сделать. Ну, собственно, да, какое мы выберем начальное состояние с свойства этого метода важных. Начальное состояние выбирается в таком виде экспоненциальном, где j, это, j это источник классической функции, вот, которая действует в точке t равно нулю и может нам, значит, родить частично. схематично изображено. Точка t равно нулю родил частично. При этом, если мы рассмотрим теорию, ну, здесь не взаимодействие, просто рассмотрим рождение частиц-источника без вообще всякого взаимодействия, еще этот источник будет создавать вот столько частиц, то есть по порядку это будет j квадрат на лянт, но из j это имеется в виду вот эту амплитуду. Понятно, что это функция, ну, то есть там вот поэтому пропорционально это такая оценочная величина. Вот. И в чем тут, зачем вообще вот таким образом вводить? Тут есть две вещи. Во-первых, если мы сделаем j очень маленьким, то в таком случае ng будет много меньше обратной лянты. Ну, j имеет амплитуду. И таким образом число частиц, рожденных источником для нашего начального состояния, оно будет малым, и мы упадем в этот момент универсальности. То есть это будет малочастичный оператор, и ответ не должен быть неуществительным. При этом источник может быть не слишком маленьким, и в таком случае число частиц будет много меньше обратной лямбды, но при этом все-таки много больше единицы. И поэтому мы можем это состояние учесть в наших вычислениях лямбда к нулю. То есть вот здесь не зря стоит факторизованная единица на лямбда, потому что мы будем его учитывать наравне с действием функциональном интеграле. Собственно, в этом и деле. То есть когда источник очень маленький, это нам создает малочастичный оператор, то, что нам нужно. При этом мы можем вычислять, учитывать его в патикологических вычислениях. Вот такая логика используется. Ну и собственно далее мы расписываем все то же самое, что я делал два слайда назад. Здесь только появляется индекс G, берется определенный источник, определенный вид уже интеграл возникает, и мы рассчитываем на то, что наша искомая вероятность дается пределам G нулю. из вот этой. Да, ну и вот я тут схематично переписал и визинтеграл по путям, чтобы так указать, откуда что берется. То есть здесь я вставил два полных набора состояний, и вот этот вещь нам дает обычное инодействие, и еще вот этот наш оператор. вот эти вот эти скалерные призывания дают нам граничные члены, и когда мы будем брать седло, вот это середина выражения даст нам уравнение словое, а B и BF даст нам граничные условия. То есть B тут видно, что на вакуум умножается, это будет вакуумное граничное условие начальное, а в конце это будет граничное условие, фиксирующее энергию числа частиц начального состояния, оно там Павлову будет рассказывать, это я чуть позже расскажу. Ну, собственно, да, берем интеграл седлом, то есть вот седловая точка, находим какое-то вот это F классическое, которое удовлетворяет вот таким уравнением поля. Здесь вот у нас просто из действия, а вот это из нашего начального состояния, которое мы учли в классике. Ну, тут, да, дельта и, в общем, мы получаем вероятность экспонента подобрения при конечном же, и потом устраиваем, чтобы достать настоящий ответ. И также, тут, да, используются некоторые упрощения, когда мы все считаем, мы разговариваем только сферически-симметричной конфигурацией, ну, потому что у нас тут нету никаких выделенных направлений, при этом, ну, ответ не должен зависеть от начального состояния, вроде как логично искать его сферически-симметрично. Ну, и, конечно, это вычисление проще. Собственно, вот граничные решения, у меня там были B и BF, начальное граничное условие, то есть начальный момент времени, вакуумные, тут происходит такая вещь, что мы от действительного контура во времени делаем аналитическое продолжение, но в силу того, что оно вакуумное, в нем только положительная частотность, и его можно повернуть наверх, потому что положительной минимой полуплоскости там никаких этих сингулярности в решении нету до нуля, и его можно так загнуть, и это просто Fue равно нулю. В принципе, можно все на действительном контуре описывать, но так численно проще делать, то есть этим обосновлено. А в конце решение раскладывается на свободные волны с амплитудами A и B со звездой, которые связаны вот с следующим выражением. Здесь θ и 2t это очень множество логранжа, которые возникают из-за фиксации энергии числа части в конечном состоянии. То есть это вот такие вещи, то есть t и t, это вот E, взаимосвязаны с ними. Они из-за них появляются. Ну и собственно, да. Далее нам надо взять предел же к нулю, но так просто это не сделать. Почему? То есть вот мы получаем вот это FJ при конечном J, потом вроде как выстремляем его к нулю, получаем экспоненты подавления, которые нам нужны. Однако решение в этом пределе становится почему? Ну тут идейно это описывается, то есть так как у нас в начале стоит вакуум на игрном условии, у нас энергия в начале ноль по пути нашего. А в конце не ноль вообще-то, конечная какая-то энергия. и пока у нас в теории есть источник, это все нормально, потому что у нас энергия не сохраняется, источник меняет энергию и все ок. Но как только мы выстремляем источник к нулю, мы получаем уравнение без источника, в котором должна сохраняться энергия. При этом она разная на двух границах. Из-за вот этого противоречия решения станут сингулярными. Такого регулярного решения нету. И он станет сингулярным в этой точке самая термонова. Поэтому метод сингулярных решений называется. Собственно вот идея. Далее как это численно все делается. Чтобы это решить, мы выбираем определенный вид источника. Вот такой гауссов источник. То есть это джинолит амплитуда сигма и ширина. Потом мы все дискретизуем. То есть вот у нас радиальная координата. Время на контуре дискретизуется. Вот берется там узел и жи и в этих узлах живет наш поле. И нам нужно решить систему из вот такого количества действительных уравнений. Двойка из-за комплексности, а двойка еще из-за условий на фиксацию энергичной частицы. Собственно как мы это делаем? Мы используем метод Ньютона Рапсон. Это в общем такой численный одноточечный метод, которому на вход подается какое-то решение фи собственно одна точка и затем если она достаточно близко к той которую мы хотим найти метод итерационный сходится итерационный сходится к нему. При этом окей если мы захотим получить решение при разных значениях например параметров наших ну у нас сколько то есть лям ДН энергия ну и и все с энергией связано среднегенетическое то есть амплитуда там источник каких-то мы можем сделать что мы можем получить решение для какого-то такого набора и потом немножечко их продеформировав ну то есть если вот штрихованная величина от не штрихованных отличается слабо мы можем загнать вот это решение в качестве начального приближения и опять сойтись методом ньютер то есть единственная вещь которая нужна это начать с самой первой вот и откуда мы получаем мы получаем в таком случае оказывается что если в общем частиц в конечном состоянии по сравнению с лямбдой мало по сравнению с обратной лямбдой то основные частицы могут быть рождены чисто источником и в этом пределе можно проигнорировать член взаимодействия это просто будет линейное уравнение с источником его можно решить аналитические граничные задачи решить аналитические и вот это решение используется в качестве фи нуля потом сходится к нелинейному решению дальше мы вот так бродим в пространстве параметров и находимся нужны энергии параметры источника и так далее вот ну и далее буду показывать то что мы получили для начала небольшая визуализация решения как оно выглядит то есть что тут вообще по осям то есть это модуль нашего классического фи оно сферически симметричное поэтому тут добавлен он тоже будет сферически симметричное двумерное вот t это значит место во времени то есть так у нас контур комплексный начинается с верху мневой части идет до нуля и потом направо в сторону положительных времен и цветом показана фаза то есть если цвета меняются значит решение осценирует и решение выглядит таким образом то есть оно почти нулевое на мнимой оси потом доходя до нуля оно растет резко возрастает потом начинает колебаться и распадается на полу собственно растет начинает уже колебаться расходится и там уже на ногу такая конфигурация камушка теперь значит мы проверили да как у нас ну мы проверили ответ получили при помощи стрипаляции источника к нулю причем как мы это делали да мы использовали еще раз упоминаю какой у нас был источник то есть гаусс гауссовая функция на какую-то амплитуду и мы брали вот такой предел то есть амплитуда к нулю и при этом ширина тоже к нулю таким образом чтобы отношение между ними было фиксировано оказывается что если брать его таким образом то наша зависимость от g можно представить вот в такой простом виде как полином от квадрата же нуля и для того чтобы вытащить собственно вот это f который мы хотим нужно сделать экстраполяцию полиномиальную в точку же 0 равно 0 то есть набрать какие-то численные точки вот здесь примеры и вот эти линии это как раз экстраполяция то есть это мы интерполируем по этим точкам и вытаскиваем из них ответ в нуле и собственно при этом тут мы заодно смогли проверить универсальность экспонента потому что разные отношения вот этого же 0 к сигме это немножко ну не немножко даже сильно могут быть разные источники и то есть мы конечно все гоним источник к нулю но по разному и если универсальность есть то ответ не поменяется если универсальности нет то он может поменяться и вот мы это проверили собственно здесь вот графики для набора точек для трех разных отношений и видно что в общем отлично совпадают сходят действительно к одному и тому же числу это мы тоже проверили теперь значит немножко о данных я буду дальше показывать картинки с ними поэтому немножко помянул то есть при не очень больших n по сравнению с обратной лямбой ответ частично был известен вообще то есть при некоторых значениях вот этой энергии ответ был известен то есть он выглядит при лямбой многоменьше единицей вот таким образом df от epsil это какая-то функция вот которую при epsil многоменьше m можно посчитать ну как ряд по epsil и вот она посчитана до квадратичных поправок и для больших это в общем ответ можно получить численно оценить ну да тоже до таких порядка там около десятки вот и результат который мы получили это то что наш метод позволил рассмотреть лямбой немного больше единиц то есть предыдущий результат он аналитически был получен там часть уже численно но часть аналитические лямбой больше единиц никаких аналитических результатов там хитл уже не было но там теория немножко другая и при этом вот мы смогли его получить численно без особых ну вообще в принципе без дополнительных предположений кроме вот основных универсальность экспоненты и специальные ответы и оказалось что это получается просто линейная функция от лямб до еда то есть буквально это линейная функция при этом у него наклон и в dg они оказались отрицательными ну далее я там буду опять с формулками со всем этим все показывать пусть это я так просто сказал вот например типичный пример нашей числиной дамы то есть это эпсилом вот это почему это равно 3m то есть энергия 4m при малых лямб дн по этой оси лямб дн мы совпадаем с древесным ответом который вот с f от эпсилом f от эпсилом мы из вот результатов из литературы получали и он совпадает совпадает потом начинает отличаться вот и далее видно что при больших лямбда наши данные фитируются просто линейные функции то есть вот здесь это просто функция x плюс b ну а n плюс b и да оказывается что это наши экспоненты f а ввеси линейные то есть вероятность экспоненциально убывает с ростом лямбда н прификсированной вот этой эпсилом собственно вот набор большего количества этих эпсилонов тут я его показываю вот эти синенькие это значит m пополам это нелитивистский вариант то есть меньше массы здесь наверху это 5m больше массы и поэтому график единственное что я хотел прокомментировать это то что с ростом эпсилон вот эти графики становятся все ближе ближе к другу то есть они все меньше и меньше друг от друга отличаются и этот факт иллюстрировать вот такая вещь то есть вот еще раз напоминаю как выглядит наша линейная зависимость для экспонента здесь сидит вот эта f бесконечность и вот эта f бесконечность при помощи фитов можно вытащить из наших численных данных и оказывается что она ведется вот таким образом то есть при малых эпсилонах она расходится логарифмически но это связано с фазмом объем частиц конечных вот как в хиспожине там был логарифм эпсилон это похожая вещь а при больших эпсилонах он стремится к константе при этом к отрицателю то есть получается что в принципе если мы будем растить эпсилон дальше ответ в принципе не поменяется все равно все будет наклон будет отрицательный и экспоненциальное подавление все так же останется и вот и вторая вещь которую мы смогли вытащить из данных это ну типа что-то типа модуля амплитуд на пороге то есть когда то есть это соответствует когда эпсилон равен нулю потому что эпсилон как раз показывает отклонение конечного состояния от порога в общем да в таком случае можно вот эту нашу вероятность которую мы искали представить вот в таком виде то есть квадрат модуля амплитуды на пороге на фазовом объеме если энергия маленькая вот и при этом он дается вот этой экспоненте нашей которую мы можем вытащить естественных данных при каких-то понятно конечных но маленьких эпсилон и таким образом можно попытаться степолировать наши данные в точку эпсилон равен нулю на порог вытащить модуль амплитуды который здесь вызывается в виде экспонента и по лямбд тут еще раз это повторяется то есть это вот таким вот образом то есть мы берем отношение вероятности фазового объема тут я просто безразмерил и да вот пополам и там на лямбду и получаем как раз наш фаз и тут вот он график точки это наши круги это наши численные данные а линии это древесный ответ и древесный плюс одна петля собственно древесный ответ он дан здесь это то что в самом начале показывало для порога в общем если это все переписать это будет выглядеть таким образом ну и вот этот пунктирные линии это как раз этому и соответствует и видно что при малых лямбда наши точки действительно ложатся на этот график далее он начинает отличаться но далее наши точки идут и совпадают с поправкой плюс одна петля одна петля это лямбда на квадрат которая была в просуммированной экспоненте тоже на пороге и видно что здесь он совпадает прям далеко лямбда на десятки вот и далее он опять уже от одной петли добавки одной петли уже тоже начинает отличаться но тут уже ошибки большие конечно ничего не скажешь вот так что мы смогли с данных даже амплитуду оценить собственно здесь я подхожу к заключению собственно при помощи нашего исследования численно реализовали мета сингулярных решений и нашли вот эту полигравл функшн f в пределе очень больших m и оказалось что ответ выглядит вот так где f бесконечно отрицательный то есть это потенциально спадает кстати вот это глаголчание не зависит вообще что тоже привлечательно дальше далее хотелось бы конечно проверить вот этот самый хихслужинг да то есть это вот наш случай потенциала f4 а тут там значит взять f4 снаружи симметрии и посмотреть насколько ответ поменяется там вот и это было бы интересно на этом целом все спасибо за внимание хорошо спасибо есть какие-то вопросы можно я вот спрошу вроде это было важно для хихслужин что там два глиона или это никак не важно для на самом деле нет не важно потому что там по сути все было повязано чисто на самодействии хихса то есть два глиона это просто чтобы как-то процесс сопоставить то есть радиус виртуальных хихс окей ну вот мы смотрели процессы виртуальные виртуальные вначале тоже было вот и тут все за счет самодействия хихса да то есть это чисто такой внутренний эффект должен быть если есть да а тогда вопрос какая вам разница нарушена у вас симметрия или нет если вы на маленьких энергиях сидите при нарушенном потенциале вы же возле минимума какая разница есть там от ожидания этого фи или его нету ну в целом там ответ действительно все-таки немножко отличается ну там разные вершины взаимодействия то есть там кубическое появится и вот проделывали вычисления для потенциала с двумя минимуми для вот этих процессов один вен на пороге там ответ действительно немножко отличался то есть ну там и те эти росли по-разному то есть ответ действительно меняется поэтому не уверен можно так сказать что неважно можно я тоже прокомментирую вот этот вопрос что вообще-то по нашему впечатлению не очевидно что должна быть какие-то модификации в каких-то ну на пороге Булат правильно сказал другой ответ получается потому что там важно что вы сидите вблизи вакуума и какой это вакуум но если например эпсилон стремится к бесконечности и у вас ответ почти что совпадает с безмассовым ответом то какая вам разница ну как как там устроен потенциал ну как это как там массовый член устроен положительный или отрицательный вроде как нету никакой поэтому мы очень сомневаемся в ответе который вот был до этого получен в литературе он был получен с помощью дополнительных изображений там крутились контура делались предположения о структуре решений в общем они очень стремные предположения и мы то есть стоило бы чисто напроверить на самом деле вот спасибо как я помню у Саши Монина была статья которую он писал по поводу Хикс-сложен что это не работает ну там что я к сожалению не разбирался никогда что именно не работает но вы наверное разбирались вы как-то вы знаете в чем там дело ну там были разные обсуждения ну во-первых если Хикс-сложен есть то есть неподавленные вот эти новичастичные рождения и например это обсуждалось в контексте всяких неперзурбативных штук типа не оптические теоремы а представление вот этого ну и оптические теоремы и представление Чен-Лемана которые включают в себя всякие промежуточные многочастичные состояния и в общем если они неподавленно происходят то тогда теория возмущений при малых лямбда ну там для даже функции грина с малым количеством полей при малых лямбда будет как-то меняться если там на такие вещи влияет ну там в общем-то такого есть я понял я понял спасибо можно задать вопрос как-то бог совершенно какая может быть зависимость от спина вот в такой такой ситуации ну вот я предположим что у нас есть какой-то скаляр который взаимодействует с электромагнитным полем не минимальный финна аф-меню в квадрате тогда вы можете рождать фотоны таким же образом наверное не очень понятно правда это или нет но в общем вопрос такой какая могла быть зависимость от спина той частицы которые на входе и от того что на выходе отчасти это немножко мотивировано вот положим рассеянием этих самых струн где тоже можно себе представить какой-то она множественного рождения и так далее распады тяжелой струны на распад немножко другой там нет энергии но в общем не знаю какие-то комментарии на этот счет могут быть насчет цепины ну вообще то есть вся вот эта техника в принципе были мысли что может ее можно применить при высокой энергии как раз к миллиону потому что там действие можно тоже переписать в виде единицы на ножи на консанты связи все такое но там как раз есть зависимость от спины и там начальное состояние может сильно влиять то есть не знаю насколько насколько эта универсальность связана с тем что у нас скаляр спиной может все-таки нужно процитировать классику то есть предположение высказывали не мы об универсальности а классики и классики рассказывали предположение что покуда количество частиц в начальном состоянии маленькое неважно что это за частицы какой у них спин не было такого предположения о спине утверждение было что квасекологическое экспонент не будет зависеть от этих квантовых чисто свойств а будет зависеть от начальной энергии чисто классических больших каких-то величин вот то есть предположение все-таки было высказано а вот вы Влад как-то ну придираетесь к этому предположению его можно проверять вот а вычисление в Янге Милсе я подтверждаю что это интересный был бы проект вот но мы никто это никогда не делал я имею ввиду квасекологический должен быть метод применим Дима там наверное же будет тяжело потому что лямбда к нулю надо будет сразу же иметь дело с конфайментом я имею ввиду какой-нибудь без конфаймента слабосвязанную теорию ну там в каком-нибудь режиме когда конфаймента все-таки нет все импульсы и начальные и конечные например если взять достаточно большие либо N равно 400 где нет конфаймента то есть ну что-нибудь без конфаймента ну фотоны хотя бы да фотоны да да без конфаймента ну кстати можно рассмотреть какой-нибудь там я не знаю типа Лагранжан Гезенбергейлер или Борна Инфильда где будут фотоны одни и не минимально взаимодействовать их там может быть много ну в общем это фантазия это тоже вариант ну просто это не пертурбативная немного теория а нам нам более-менее все равно потому что мы вычисляем седлом вот но интерпретация с интерпретацией ответа может быть проблема если теория не перенормирована извините не перенормирована еще есть вопросы ну хорошо тогда спасибо за доклад и спасибо всем участникам за то что вы решили спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok